Всем привет! Я Безруков Глеб, работаю этим лидом в компании «Российский экологический оператор». Делаем Россию чище. И хотел бы сегодня поговорить про Dominion Driven Design, реализацию принципов ZD на практике. Собственно, хотелось бы уточнить, а есть ли тут адепты ZD вообще в принципе? Поднимите руки. Ну, я надеюсь, будет всем интересно в любом случае. Собственно, почему мы вообще пришли к DDD? С какими проблемами столкнулись у нас в коде? Собственно, ни для кого не секрет, что по мере роста функционала код становится более запутанным, сложным в управлении, что усугубляет его взаимозависимость и понимание. Также все это влечет за собой то, что ты можешь внести какие-то изменения в код, а сломается то, что ты вообще не ожидал. Также все это и порождает трудности внедрения в итоге. А трудности внедрения порождают больше траты денег, что для нас самое главное должно быть. Собственно, почему выбор пал на DDD как решение этих проблем? Потому что понимание бизнеса. DDD нам дает возможность грамотно отделить домен от наших остальных слоев, что в итоге порождает и устойчивость к изменениям, и снижение рисков, внесение новых изменений по бизнесу. Вот, собственно, также это опыт таких гигантов, как Microsoft, Ubisoft, The Lando. Кто-нибудь слышал про The Lando? Собственно, ну, это крутые компании. Что еще сказать? Так, хотелось бы пробежаться изначально с основ, по основам, но в каждой основе DDD будет практический пример, что не всегда можно найти легко и просто. Ну, краеугольный камень DDD – это Wicked Language, это общий язык, который объединяет бизнес, разработчиков. И звучит это, конечно, как утопия, но в целом частично это реализуемо. В чем суть? Разработчики, эксперты предметной области разрабатывают какой-то язык, термины, которые отражены в документах, моделях, в коде, что помогает им наладить общение. Вот. Следующий термин – это Bounding Context. Это может показаться сложным изначально, но на самом деле рассмотрим пример на нашем проекте. У нас есть Bounding Context расчетов маршрутов, объектов. Вот, собственно, в чем суть? Вообще, на практике у нас каждый контекст – это отдельный микросервис. Но если у вас монолитная система, это может быть так же, как и отдельный проект, и также это может быть разделение на уровни папок. Так что, в принципе… Так, а в чем его суть? У нас есть определенный контекст, в котором, как мы видим, есть объекты как в одном контексте, так и в другом. Ну, значит, они разные. Но в контексте Road Calculation объект – это конкретная точка, куда направлен мусоровоз, это переработочный центр или разгрузочная зона какая-то, в то время как в контексте Object объект является именно детальной информацией об этом мусоровозе, об этом разгрузочной зоне или этим переработочным центром. И нужно уметь понимать, в каком контексте, про какой термин ты говоришь, и это очень помогает отделять. При этом это могут быть отдельные модели, точнее, это должны быть отдельные модели. Агрегат – это тесно связанная группа объектов, которые действуют как единое целое, ведут себя независимо, контролируют другие элементы. Как мы видим на примере, у нас… Так, остановились мы на агрегатах. В чем их особенность? То, что они именно через агрегаты мы общаемся с внешним миром, то есть агрегаты в себя включают Entity, Value, Objectы. Также агрегаты могут ссылаться на другой агрегат, но желательно никогда не хранить его полностью, а хранить лишь его идентификатор, чтобы не нарушить целостность. Рассмотрим пример кода. Вот как мы видим, это реальный код. У нас Road, наследник базового класса RealAggregateRoot, так же, как и Population. Также мы видим, что у нас есть список коглуидов, то есть мы не можем его менять, мы можем менять его только через методы, что делает наш код чище и понятнее при использовании таких моделей. Следующий термин – это Entity, доменная сущность. В чем ее особенность? Так же, как и агрегат, она имеет идентификатор, но при этом она является полностью зависимой от него и не может жить своей жизнью. Рассмотрим на примере. Мы видим тот же агрегат, объекты, и видим метод AddObjectItem, обновление изолированности объекта. Но при этом сам объект у нас имеет internal методы создания, восстановления, изменения изолированности. То есть мы не можем из другого слоя вызвать напрямую методы этой сущности, только работая с ней через агрегат. Это важно. ValueObject – это объекты значения. Собственно, они не имеют идентификатора, они сравниваются по своему значению. В нашем кейсе это год. Он имеет свою бизнес-логику. При создании мы проверяем, входит ли он в какой-то промежуток от 2021 года до 2050. Это очень удобно. То есть год у нас – это не инт-тип, это именно наш тип, который нужен нашему бизнесу. И важно очень уметь выделять такое. Следующее. Начнем. Следующее – это доменные события, тяжелая артериелия. Собственно, что мы тут видим? У нас есть агрегат, при изменении состояния которого у нас вызывается событие road-publish-driven. То есть, когда наш агрегат меняет состояние на опубликованное, у нас инициируется событие, которое порождает обработчики, которые выполняют следующее действие. Это создание, публикация интеграционных событий об изменении маршрута, изменение данной о массе ТКО и реиндексация данных в властик. Рассмотрим это на примере. Собственно, мы видим наше событие. Важно помнить, что у него всегда нейминг должен быть в прошедшем времени. Содержать в себе он должен информацию минимальную о своем агрегате. Также для того, чтобы не нарушать целостности при выполнении операций с базами и прочее. Также мы видим метод publish. Этот метод входит в агрегат rule. Мы видим, как меняем состояние и добавляем события с помощью метода atDomainEvent. Под капотом у нас это все реализовано через медиатор. Также мы видим сервис. Мы видим сервис. Важно помнить то, что события должны вызываться после того, как мы изменили состояние агрегата. В нашем случае после обновления. Ну и справа мы видим обработчик. Вот. Сам обработчик. Ну тут ничего интересного. Мы получаем ролл по идишнику. Маппим модель для эластика и индексируем. Доменные команды. Это неофициальный термин. Мы придумали его сами. Вы не найдете его в книжке по GDD. В чем его суть? Мы подумали, а раз уж есть доменные события, почему не сделать доменные команды? При создании агрегата у нас есть некоторые pipeline-операции, которые мы должны сделать. При том, что они еще и асинхронные. То есть они вызывают какие-то сторонние ресурсы. И вот такой pipeline мы видим на данной схеме при создании агрегата. Мы проверяем регион. В случае успеха идем дальше, проверяем местоположение и рассчитываем отходы. В случае, если на каком-то этапе у нас происходит ошибка, мы выбрасываем исключение. Вот как это выглядит в коде. Собственно, вот создание, добавление доменных команд после того, как мы уже экземпляр создали. И мы передаем вместе с командой два действия. То есть это в случае успеха мы ничего не делаем в данном кейсе. И в случае неуспеха выполнения этой команды мы вызываем исключение. Как это выглядит в коде при вызове. То есть после создания мы вызываем доменные команды. Важно, то есть если события мы вызываем после изменения состояния агрегата, то команды мы вызываем до изменения. Потому что иначе у нас будет непровалидированная модель. В чем минус такого подхода? В том, что вы просто можете забыть вызвать execute domain command, и вы сохраните непровалидированную, неполную модель. Собственно, в этом проблема. Это можно решить с помощью анализаторов. Например, мы так делаем. Репозиторий. Это общий термин, общий паттерн. Но в DDD у него есть ряд своих особенностей. Интерфейс репозитория хранится в доменном слое, в отличие от обычного репозитория. И на вход и выход подаются только агрегаты в идеале. Слой application использует, а инфраструктурный слой реализовывает данный интерфейс. Рассмотрим пример. Вот мы видим, что у нас на вход подаются агрегаты, на выходе тоже агрегаты. При этом мы можем… Получение по фильтру у нас происходит с помощью модели road filter. Справа реализация подобного репозитория для эластика. Тут нет никаких особенностей, кроме того, что мы маппим всегда нашу доменную модель, модель источника данных. Но об этом мы чуть позже еще поговорим. На прошлом слайде со схемой репозитория я выделил красным методы получения агрегата. Почему? Потому что это очень ресурсоемкий процесс. Агрегат может быть очень большим, и получать его каждый раз нам просто нет необходимости. Для этого мы выделили специальный репозиторий read-only, который уже в зависимости от надобности возвращает ту модель, которая нам нужна. Ну, тут ничего особенного. Ну, важно отметить, что данный интерфейс хранится именно уже в слой application данным. Случай, его реализация также в инфраструктуре. Вот. Ну, тут ничего особенного. Обычные репозитории, только с методами на чтение. Следующая глава — это подходы к разработке. Очень редко говорят о них, кстати, но начнем с того, о чем говорят часто довольно, но не всегда в рамках DDD. Типы доменных моделей. Анимичная, богатая. Давайте сразу перейдем к примерам. Вот типичный пример анимичной модели. Открытые по сеттеры. Можем добавлять лист, можем переинитализировать его. И справа видим сервис, который использует подобную модель. То есть наша модель шарится между ними, где-то мы меняем поля, где-то можем забыть что-то поменять, например. Но для DDD это считается антикваторным. Такая модель. Однако мы их используем для моделей фильтрации, например. То есть это не запрещено. Собственно, вот как богатая модель выглядит. Разительная. Большая разница, как сократился у нас сервис. Он буквально содержит 5 строчек кода. И так выглядит сама модель. То есть теперь у нас уже список read-only. Все свойства приватные. Чтобы что-то поменять, нам нужно вызвать какой-то метод, который отражает наш бизнес. Желательно. А вот. Собственно, вот их разница. Но для DDD rich модели это как бы основа. Поэтому все стараются использовать именно их. Также хотелось бы отметить подходы к разработке доменной модели. Какие они бывают. Собственно, какие-то есть. Доменная модель равна модели базы данных, доменная модель не равна. И доменная модель памяти. Рассмотрим сразу на примерах. Доменная модель равна модели базы данных. Это, собственно, что мы видим? Контекст. То есть у нас агрегат привязан к контексту. Пример на fcore. Собственно, что сразу бросается в глаза? Это приватный конструктор, который мы исключительно для fcore делаем. Хотя наш бизнес это никаким образом не отражает. Также, что мы видим? Во Fluent API определенные настройки, что усложняет нам жизнь. И, собственно, еще минус в том, что мы не сможем расшарить такую модель на другие источники данных. Так как… Ну, те, которые не входят в поддержку и в core, так как нам придется для этого писать другую модель из-за интеграции именно с fcore. Вот. Но плюс такой подход в том, что если вы, например, на проекте используете только fcore, это упростит вам жизнь. Вам не нужно будет делать лишний майклинг. Так что выбор остается всегда за вами. Я считаю, что это вполне легально. Можно так делать. Тем более, когда у вас на проекте только fcore, например. Доменная модель не равна модели базы данных. Это то, что используем мы у нас на проекте. Тут видно четкое разделение road и road entity. Road entity является частью контекста. Какие плюсы? Плюсы – это то, что мы перекрываем все минусы, когда модель у нас привязана к какой-то инфраструктуре. А ее минус в том, что нам приходится делать лишний маппинг, что не круто. Тем более, когда большие модели. Но мы пошли на этот компромисс. Нас пока все устраивает. Так как у нас на проекте и Elastic, и Mongo. И нам нужно поддерживать их все и выделять как-то бизнес-логику. Отделять от инфраструктуры. Доменная модель в памяти. Это уже ближе к CQRS. В чем суть? В том, что мы храним состояние. То есть мы храним в памяти события и какой-то период времени вызываем сохранение состояния. На данный пример упрощен. Например, на примере YFKOR. У нас такое сохранение происходит при приобретении self-changes. В чем плюсы такого подхода? Ну, это скорость. То есть у нас события хранятся в памяти, у них постоянно записываются в базу. То есть мы можем их быстро получать. Сложность. Но минус в том, что это сложно для реализации, не всегда нужно. Если вам нужно откатывать историю, просматривать ее, возвращать модель к предыдущему состоянию, то да, это круто. А когда это не нужно, то, собственно, в этом нет особого смысла. Так. Что же еще? В целом это, наверное, все. Перейдем к следующему подходу, к следующему термину от известного в мире .NET дидидидишного специалиста Хорикова Владимира дидидидит релема. В чем ее особенность? В том, что у нас есть такие свойства, как полнота, чистота и производительность доменной модели, и они не могут жить одновременно. Давайте рассмотрим на примеры, чтобы было понятно. В чем суть нарушения полноты доменной модели? Мы видим, что перед тем, как добавить регион в наш маршрут, мы должны проверить, существует ли он, собственно, то есть, это бизнес, по сути, проверка существования региона. Почему нет? Но при этом он вынесен из доменной модели в контроллер, что является нарушением полноты доменной модели. То есть, вся бизнес-логика не в самой модели. Как это можно обойти? А давайте передадим репозиторию региона прямо в метод addregion. Но что мы видим? Каким-то боком нам еще нужно передавать cancellation token, делать метод асинхронным. А бизнесовые ли это штуки? Далеко нет. Поэтому это нарушает чистоту доменной модели. Также это усложняет тестирование, так как у нас теперь есть зависимости. Собственно, это пример нарушения чистоты доменной модели, пример производительности. А почему бы нам не получить все регионы и передать их прямо в метод addregion, а там провести проверку? Окей, с регионами это еще легально, их не так много, хотя с каждым годом они почему-то увеличиваются. но при этом представьте, если у вас список будет состоять из 10 тысяч записей, миллионов, миллиардов, это сильно ударит по производительности. И так делать не стоит. Так делать стоит, если такой вот кейс, например, как регионы. Как мы обошли это с помощью наших доменных команд? Собственно, что мы делаем? При добавлении региона мы добавляем команду на проверку региона, которая реализована в обработчике, но при этом наша модель остается чистой. То есть при добавлении мы обязаны вызвать execute domain command. Это как такой контракт. Мы подписываем знаменную модель и контракт о том, что эта проверка обязана выполниться перед сохранением состояния. Вот в чем моя особенность. И поэтому мы как бы будто обходим все эти три проблемы. У нас тут нет ни нарушения производительности, и модель выглядит довольно чистой, хотя команды, да, осложняют это, но компромисс, на который пришлось идти. и, собственно, нет внешних зависимостей. Мы напрямую ничего не передаем в домен при добавлении региона. Ну и очень важно, конечно, это проговорить про валидации в DDD, то есть какие бывают типы. Тут далеко не все, и можно придумать их хоть сколько, я считаю, каждому свое, но мы выделили те, которые мы используем у нас на проектах. То есть это обычная валидация как в конструкторе, то есть мы проходим проверки, но в чем проблема такой валидации? В том, что мы не можем создать наш регион без этих валидаций, а у нас на проекте, например, принято, что если данные в базе, то они уже являются провалидированными, значит, что эти проверки являются попросту лишними. Что мы для этого сделали? Да, использовали просто фабричные методы. Метод для восстановления, метод для создания. При создании мы каждый раз проверяем, при восстановлении мы не проверяем. Также при восстановлении вы можете использовать другие валидации, если это необходимо. Также мы решили проводить валидации с помощью Fluent Validation. Нам просто нравится функционал, нам нравится то, что там есть базовые проверки, нам нравится сам синтаксис. И, собственно, вот как выглядит наш фабричный метод создания. Мы создаем валидатор, валидируем, выбрасываем исключения. Собственно, но минус такого подхода в том, что мы отделяем, тут уже происходит отделение бизнеса от самой модели, что не есть хорошо, но ради удобства и красоты мы пошли на это. и пример результирующего состояния это также легальный метод. Это хороший даже метод, потому что мы можем объединить скоп каких-то ошибок, записать их все, или мы можем управлять состоянием нам, может, нам и не нужно выбрасывать исключения после ошибки, а можем идти дальше. Это помогает, результирующее состояние помогает нам это делать. Это тоже очень крутой способ валидации. Ну и наши валидации с помощью домейных команд. Мы их делаем только, когда у нас какие-то синхронные проверки. Для этого добавляем команду, ну и вызываем, собственно, ее потом. Вот пример обработчика подобного. То есть мы тут обращаемся к стороннему сервису, проверяем вхождение региона. Вот, собственно, как-то так это выглядит. Хотелось бы подвести итог всего вышесказанного. К чему мы пришли с помощью этих практик? К тому, что наш код стал ясный и организованный. Мы смогли объединить бизнес-логику от всех остальных слоев. То это же и привело нас к стабильности. Мы перестали носить какие-то изменения и что-то стало ломаться там, где мы даже не ожидали. Хоть и не без этого, конечно, от этого невозможно выйти, но это понизило процент таких ошибок. И все это привело к эффективности внедрения. Мы стали эффективнее внедрять новый функционал, особенно, если это какие-то бизнес-изменения. Вот. Но DDD это не панацея от всех болезней, надо это понимать. и поэтому мы привели такую таблицу пригодности DDD с оценками от 1 до 5. В чем суть? Комплексный бизнес-домен системы с богатой и сложной бизнес-логикой. Скорее всего, вам стоит использовать DDD. Мы выделили такие проекты, как 5 долгосрочные проекты, которые будут долго продерживаться тоже с оценкой 5. Системы, где ошибки приводят к серьезным последствиям. Это банки различные, банковские системы. 4. То есть, там уже зависит все от бизнеса. Проекты, где нужно интегрировать различные системы. 3. То есть, вам уже тут 50 на 50, нужно, не нужно, скорее всего, нет. Но все зависит тоже от бизнеса. Вдруг там много бизнеса. Там, где точно не стоит, это, скорее всего, крут. Но я поставил оценку 2. на Круде можно потренироваться в DDD. очень, да, просто, проще понять. И, в общем, на Круде я советовал потренироваться в DDD. Там, где точно вам не стоит применять, это краткосрочные проекты, прототипы или MVP. когда вам нужно проверить гипотезу или у вас проект с небольшим жизненным циклом, скорее всего, не нужно применять. Собственно, это все, все, что я хотел сегодня рассказать. Всем спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Вот. Вопросы какие-либо? Да, Каня. Раз-раз, как меня слышно? Подскажите, пожалуйста, про доменные команды вопрос. Что используете их как бы в пайплайне медиатора также, да? Да. Или из обработчика вызываете отдельно? Нет, мы добавляем команду, у нас, то есть, базовый класс для агрегата, где реализован, ну, мы просто храним очередь команд, и потом при вызове через медиатор, мы передаем медиатор в метод вызова как доменных команд, и, ну, и выполняются все обработчики, собственно. Ну, то есть, тогда вы никак не забудете их вызвать, потому что в пайплайне перед сохранением базы, я так понял, у вас там еще продвенция в этих доменных? И вот, второй вопрос, когда вы используете доменные команды для валидации, а когда пользуетесь фабричным методом в модели? Когда у нас происходит асинхронная операция, то есть, нам нужно обратиться к какому-то стороннему ресурсу, чтобы провести валидацию, а когда нам этого не нужно, мы делаем это в фабричных методах, в флейн валидейшн стоит. Понял, то есть, изначально вы пользуетесь фабричным методом, а если нужно дополнительно провести еще какую-то команду? Ну, когда у нас нужно обратиться к какому-то стороннему сервису или в базу, власти, хоть куда-то, чтобы получить какие-то данные, проверить их, на основе их сделать какую-то проверку, тогда да, мы используем команду. Спасибо. А если можно, еще один вопрос в мае. Конечно. вы говорили про разделение ответственности до домена и инфраструктуры, но в одном из примеров кода у вас был прямо в классе модели Save to Database. то есть туда передавался в параметрах доменный сорт. Да-да-да, но это упрощенный пример был просто. В целом, так лучше не делать вот сохранение. Я обмолвился тем, что в EF Core, например, это делается переопределяется в Changes, вот, а это просто для упрощенных примеров. В таком случае, как бы вот тогда лучше сделать, если есть такая необходимость, например, если у меня несколько баз данных на проекте, то мне что лучше, допустим, объявить какой-то делегат и вызывать этот делегат. Ну, то есть у меня в домене может быть какой-то делегат, который я потом инфраструктурой, например, и буду пользоваться им. Или как в данном случае поступить? Чтобы разделить домен инфраструктуры, вот, как вы говорите, вот, несколько баз данных на проекте, если я правильно понял, конечно. Да-да-да, нет, можно, да, объявить делегат, передавать его, можно, если вы используете EF Core, переопределяется в Changes, там выполнять вызов этих событий. Все зависит от ситуации. Спасибо большое. Да, конечно. Вопрос все-таки про команды не совсем понятно, если вы делаете создание агрегата через пайплайн, почему не делать эти проверки в Fluent Validation? Потому что они асинхронные. Он так же делает асинхронные. Но мы не хотим делать метод сам, create асинхронный, то есть внутри доменной модели, в случае если у нас в хрань валидейшн будет асинхронный, мы его и должны бы вызывать асинхронную валидацию. А мы хотим уйти от этого. То есть бизнес ничего не должен знать про асинхронные методы, про консилейшн, такер и прочее. у нас так же чистая модель остается. в пайплайн перед созданием, перед выполнением команды вызывает валидатор, который может сделать синхронные проверки. Поэтому нет, так тоже можно делать, но опять же сам метод будет уже нечистым, потому что мы передадим туда зависимость в валидацию. Какой метод? Метод внутри доменной модели. Нет. Пайплайн сам сначала вызовет валидатор, а потом команду исполнил. Нет. это мы так делаем. Если под капотом это реализовать, то в принципе да, это фигантненький если это будет. Просто мы это используем в команду. Тоже удобно. Ну, как, если вы любите медиатор, конечно. Не все любят. что сейчас? Ну, если было знание доменной модели вызывает валидацию, это соответствование от валидации в форме какого-то ботерон. Уже не в самой доменной модели, так как в плане сейчас скручиваем модель будет вазировать ее в механическом да, да, у нас проверки должны быть как бы внутри доменной модели либо какой-то контракт с помощью доменных команд как мы это делаем. Хорошо. И второй вопрос. Данный используем рефор мы можем модерировать продвигаться доменных событий после успешного да, да, да. когда мы используем эфкор мы можем сохранить доменные события в базу с помощью переопределения метода safechanges да, да, так делать просто мы на проекте не используем вообще у нас четкое деление между моделями для эфкор и доменной модели вот, ну да, так делать я видел даже сам пробовал конечно. Спасибо за доклад у меня вопрос следующее рассказали насколько удобно чисто вот это вот все а скажите минус это неужели это вот панацея от всего нет, нет, это увеличивает код это увеличивает количество кода это сложно для понимания если вы с этим не работали это лишние маппинги это нет тут надо в зависимости от проекта выделять то есть если вам это просто не нужно это усложняет все равно процесс самой разработки увеличивает время процесс разработки вот скажите пожалуйста много ли вы реализовали проектов с использованием подхода людей всегда вот последний три тезиса про гибкость стабильность что-то там еще было абсолютно не ну да буквально то есть вот этот вот компромисс который нужно найти между этой трилеммой в разных кейсах ты по-разному можешь это обходить иногда можно реально передавать нарушать частоту иногда производительность когда у нас маленький например маленькое количество данных первый еще что там было что у нас можно выносить какие-то проверки до ну из самой доменной модели в контроллер там или в сервис то есть от каждой ситуации прям надо выбирать что лучше для вас спасибо спасибо как я понял используется несколько видов валирации да да каким образом если необходимо унифицировать как бы положительный и отрицательный ответ ну мы да 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 я понял мы сейчас перешли на флюинт валидейшн вот то есть я как-то там показывал развитие как мы шли то есть да 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 в фабричных методах у нас используется флюинт валидейшн сейчас а команды то есть это же а команды это когда нам нужна синхронная проверка а ну получается это два разных способа да 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 они одновременно используются каким образом унифицируется ответ то есть мы же например клиенту отдаем определенный ответ да 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 то есть мы например упали вализации есть для входных данных и бизнес валидейшн то есть бизнес валидейшн это в командах а входные это через инфалидейшн не одинаковые одинаковые ошибки у нас ну определенный эксепшен определенный статус ответа на этот эксепшен вот когда мы его отлавливаем то есть каким образом когда внутренние другие ошибки которые могут возникнуть неожиданно обрабатываются ну как они пообрабатываются в плане просто ну то есть мы отделяем бизнес ошибки конечно от таких системных и прочих то есть бизнес ошибки они одинаковые во всех да и в командах и френд и дейдж это все бизнес да еще вопросы все наверное спасибо спасибо спасибо